Вы параллели? Случайны! Четко видеть изображение. Вы видите изображение? Так, но геймпад все таки не работает. Это странно. Так, давайте я музыку пока выключу, а потом посмотрим, что будет в игре с музыкой. Выберите уровень сложности. Сейчас будет страшно. Музыку не слышу, кстати, в игре. Новообразец. Сюжет битва. Менее смертоносное, морозное, чуть сильнее. Суровая апокалипсис, но все по-честному. Огонь по своим выключенным. Отлично. Клиночка коллекционирования, оно такое, да... Блин, почему два чата? И это неправильно. Ага, вот так. Да, некоторые коллекционируют фигурки. Афты, фильмы, сериалы. Тебе нужно покупать, знаешь, такие есть специальные устройства для хранения информации. Это не жесткие диски, а именно как мультимедийные центры, мультимедийные хранилища, что такое. Сложность боя легко. Давайте выберем этот уровень сложности. Мужик симпатичный на картинке. Голенький. Потому что я не знаю, будем ли мы сильно дальше играть и как играть. И хочется получить максимум от сюжета. Стаб Рейнджера отправил конвой в Колорадо, чтобы обеспечить поставку жизненно необходимых припасов в Аризону. Аризона была разрушена после войны с искусственным интеллектом, насколько я помню. Аризона была разрушена. Даже музыка какая-то есть. Так, я, пожалуй, хром вырублю. Чтобы больше было в памяти. В памяти. Киночка я хотела жесткий купить на 400 рублей, а до сих пор цене не упал. Ну, видишь, тебе есть ради чего жить и трудиться. Последние несколько лет выдались для пустынных Рейджеров нелегкими. Когда миру пришел конец, они пытались хоть немного навести порядок в том, что осталось от Аризона. А потом пробудился и Скин Котч, и с ним пришлось сжаться с его армией роботов. И так тяжело было, но еще и роботы. В конце концов, чтобы разделаться с этой хренью, они были вынуждены подорвать собственную базу ядерной боеголовки. С тех пор стало совсем тяжело. Офигеть, да? А потом на связь с Рейджами вышел некий тик, который назвался Патриарх. Он сказал, что ему принадлежит Колорадо. Но, мол, его ребятишки пытаются подвинуть папочку. Вот если бы Рейджи пришли и приспланили, тогда он даст Аризоне столько пищи и припасов, что ему хватит выжить и восстановить утраченное. О боже, это бомба. Или предупреждение. Простите, Мэй, тут нам никак не переберут. Прием в ходе. Передовой отряд сообщает, что есть другой может через замерзшее озеро. Не найдите его. Принято. Принято. Рейджи Она была последней надежной. Порядок, Мэй. Все в доме. Выдвигайтесь. Сейчас их всех потопит, да? Что там под водой сидит и смотрит? Может просто так показывается? Зайди как сики Черт! Ложись! Я тут стрелила Зайди Но у Рейджеров есть одна особенность, не важно на сколько будет тяжело и скольких они потеряют. Они будут продолжать сражаться. Рейджеры никогда не сдают. Рейджеры. Евгений, как тебе вообще такие игры с видом сверху? Мы вообще не тормозим. Давайте я что-нибудь выключу, чтобы тормозов было меньше. Ну, будем надеяться, да? Что их будет меньше. Так, пехотинец, военный медик. Медик, это хорошо. Железная задница. Науки автонтическое оружие. Пистолеты, пулеметы, пушки. Так. Позволят модифицировать оружие и разбирать на части. Особенности нет. Тут, кстати, можно собрать... Своих персонажей полностью. Своих персонажей полностью. Квеночки, интересно начало. Всех, кто поперевалили, да? И Рейджеров, оставшиеся пари, придется идти туда, куда они намечали, прийти всего вдвоем и как-то помогать вдвоем. Стрелковое оружие, первая помощь рукопажная. Мастер поединка, ну не. Ребята прикольные, любители конфликтов. Дополнительный урон в дальнем бою 5%. Уклонение 3%. Кто тут еще здесь есть? Панки-любовники. Я читала, что здесь есть гейская пара. Железная задница. Полезный нам. Особенности нет. Прошлая. Урон в ближнем бою. Инициатива плюс 5. Инициатива это хорошо. О, вскрывание замков. Механика. Стрелковое оружие. Ближний бой. Мы броним. Конечно, возьмем их. Шучу. Я думала, брать здесь есть какие-то научники. Глянем, кто есть. Кстати, музыки нет. Поэтому включим свою, да? Улья был почти бессловесной машиной для убийства до тех пор, пока умерла его жена. Его дочь или сын. Говорится, двоих иногда даже убивают. Не, интересно. Снайпер, отлично. Жополист. Ха-ха-ха-ха. Это мне нравится. Скрывание замков. Мастер мщения. Урон в скрытой атаке. И, кстати, есть возможность спрятаться и в кустах передвигаться. Как это называется? Стелслу. Отшельник. Скорость в бою. Дрессировщик. Приручатель длежурного дела и спутника. Времени успевать. О, прикольно. У нас будет тяжко. Проще отключать сигнализацию, успевать замечать спрятанную битву и скрытнуться. Ну, мне нравится. Даже не было. Отец и дочь. Почти что ласт у вас. Настоящие панки были бы вах от такого виденого. У них же один панки были? Не помню. Где панки? Панки, да. Ну, чё ты думаешь, нету панков геев? Мать и дочь. А, наставники и ученик. Тяжелое оружие. Что за тяжелое оружие? Пулеметы, огнеметы. Да, это по-женски. Бровчатка, ажопалит. Сопротивление критом, стрелковое оружие. Пистолеты, дробевики. Удача и наблюдательность. Мод брони. Мод оружия. Прикольно. Доп-опыт. Ну, прикольно. Изобретатель Турбана. Самоделкиной. Ха-ха-ха. Самоделкиной. Ха-ха-ха. Пилевый перевод. Автоматическая роль. Я думала об этом. Ребята. Как тебе, Евгений? Вы можете эффективнее обращать с пистолетами, пулеметами и винтовками. Рекомендуется координация, наблюдательность скорости. Или отец и дочь тоже прикольно. Заваляет покупать подешевле и продавать подороже. Вот такое. Уже палит прикольно. Восприятие плюс один. Типа поиск разных штук, насколько я помню. Эффективные пистолеты и торбовики. Эффективные пистолеты и торбовики. Эффективная комбинация, удача и наблюдательность. Тоже по кем-у, да? О, компьютеры взламывают. Так же касается электронных противников. Чудная наука. Повышает урон в сторону с нетрадиционным оружием. Не уверенно, что-то не надо. Сопротивление энергии 10. Допернутые минуты. Мне нравится отец и дочь. И эти ребята. Потому что эти здесь можно приручать животных. Классно. Снайпер она. Вскрытие замков. Клево. Я думаю, мне вскрытие замков чаще, чем компьютеры помогут. Хотя хрен не знаю. Мастер мужчине. Вскрытая атака. Какого ты думаешь лучше брать? Дрессировщик. Сигнализацию. Он ближний бой, а она снайпер. Ну, по-моему. Отлично. А, подожди, они еще палит, да? Да, еще палит. Отлично. Хороший навык для гейской пары. Ну, первая пара девахи прическа прикольная. Ну да. Именно по прическе надо выбирать. Прически не то что надо. Не то что здесь интересует. Не то что важно в этой эге. Ну, в общем, всезнайку мы потом прокачаем или, да, всезнайка меня интересует. Поэтому, возможно, мы у этих прокачаем всезнайку. Здесь и вскрывание замком, и спустяшка, и, в общем, будем подкрадываться и делать чики-пуки. Ага, это мы сражаемся на этом озере. Здесь можно как-то с графиком настройки? Можно поменять контроллер. Вот он, наверное, замучится. Это сохраняя ключевую, регулярную оптики. Так, угу. Ну, я вообще хотела графику. Есть на 30 Гц вариант? Нет. Тормозить мы будем. Насыщенность, вертикальность, уровень качества средний. Насыщенность. Так, Веночка, по шаговой игре можно поиграть, но они на любителя. Я думала, будет типа Диабло что-то. Ну, тут бои пошаговые, а в основном оно такое... Как она называется? Любимая игра. Не Westland, а... Про которую еще ММО сделали, которую никто не любит. Во время боя Рейджера может потребоваться занять укрытие и сменить позицию. Сменим цветом отмечено в области... Я не вижу синий цвет. В которых Рейджер может переместиться, у него останутся очки действия для атаки. В оранжевом ответственном области потратится все ОТ. Красная линия. Пока сможет ли он не провести у нас 30 мест, в которые планируется перемещаться. Не вижу. Ну, наверное... Так, смотрите. Оранжевый у нас не сможет стрелять. О, сюда в синий может переместиться и что-то сделать. 3 ОД. А у нас ОД... Сколько? А, вот 7 ОД. Хорошо. И... Атаковать. Чем они корректно цели? А, это наши типа? Приделами дальности действия. Ну ладно. Получается я ни в кого не могу стрелять? Ну ладно. Заговор живой планеты. Немного шприца. Лечение. Бонус можно построить. Бонус можно построить. Засада. Оборона. О, можно на следующий ход. Переместечки. Так. Подожди. О, можно с этого ракурса стрелять. Интересно. С этого ракурса. Показывается успешность с выстрелом. 95%. Ну давай сюда переместимся. И выстрелим сюда. Минус один. Ой, здрасте. Это было неожиданно. Подожди, а он на нашем бонке? Нет, не на нашем. Егене, посмотри. Там название игры указано. Название стрима. О, смотри. Смотри. Название стрима. Офигеть. Они совсем не перестреляют тут. Вот эти кусочки. Движусь там в ноябре. Почти закончен. У нас здесь очков 9 целых. Давайте посмотрим. Он вообще ближний бой, да? О, привет. Сюда. Давайте сюда добежим. И побьем его. Отлично. Очки действия позволяют передвигаться, атаковать, держать оружие в бой. Выстрел с каждого вида оружия, вследствие облияния числа воды. Я поставил достаточно жертв, сделать еще один выстрел. Спасибо. Я могу использовать выстрел. Интересно. На пределами дальности. Подожди. Я могу дойти 2 УД. А чтобы ударить, нужно 3 УД. Нужно 3 УД. Он говорит, что ты можешь выстрелить. Он говорит, что ты можешь выстрелить. Выстрелить куда? Не сказано. Это наши. Это наши. Это не наши. Сюда 3 УД. И этот чувак будет меня контрабовать. Так. Может быть. Это наши. Это наши. Удачи. Спасибо, Евгений. Лучше ли очень сильно боевку по своему счастью? Так, что, 1 очко, 10 осталось, да? А эффекты какие? Какое-то непонятно. Так. Так. Ну, я атаку не могу сразу не делать. Недостаточно, да? Недостаточно, ладно. Но я бы все равно не убила военного робота. Цифры зрителей скачут, да, да. Я не знаю, сколько мы будем играть в эту игру, потому что она клевая, затягивает, мне такое нравится. Может быть, даже подольше посидим. Пошло время, у меня есть шансы, щелкните левой кнопкой мыши по своему транспорту и нажмите так, чтобы выбрать его. Затем уничтожьте военного робота. Ну, вот видите? Поэтому мы не делали это. Не стреляли в него. Угу. Угу. И... Найсли дан. Если я хочу, вам жизнь дорогая, надо снять тех ублюдков с ракетомета на дамбе. Ладно. Все ясно. По деревности найдем дорогу наверх, ударим их с фронта и с тыла. Все ясно. Ха-ха-ха-ха, варианты очень различаются. Так точно, майор, или да, уже дело. Не время пендриваться, Рейнджеры. Помните, аризон зависит от нас. Отступать некуда, на зад дороги нет. Ладно, подвигайтесь. Ну, пока что клево. Привет, тетя, не собирала донаты на показ себя? Нет, привет, Стэхорд. Охи, глянь, как побежали по прогунчику. Дело родичнее, там я не буду разбежаться. Гоните их в кучу, а пока я перезаржаю ракетометуха, обожаю эту штуку. Воню. Терять время нельзя. Давайте склянемся. Такое есть здесь. Попались, называется, из... это вот в полуме. Называется, с чего в чего? Так, идемте, надо их обыскать. Мышечные ткани. В смысле, для еды? А, ну, кто можно продать? Видимо, в этом мире люди-людоеды. Это просто окислился металл. Кольцо в нос. Машинка. Желтый снежок. Поддействие длится доля секунды, а позор тянется всю жизнь. Бросьте персонажа и пусть подумает, в какой момент жизни он свернул на эту дорожку. Вероятно, 10% применить миазмы, применить черный лед. Видимо, отравляют. Колья. Боеприпасы для самого дрянного самодельного оружия. Силь. А это что? Блин. Ну, получается, взяли все сразу. О, отлично. Сейчас вы управляете одним. Это удобно для разновременности. Однако, для продвижения помещений удобно управлять сразу всем отрядом. Для выстава выбора персонажа нажмите Space или перемещайте курсор, чтобы растить всю группу. Space. Отлично. Так, что здесь еще есть интересного? Нужно там альц сделать или таб. Какое-нибудь интерактивное что-то. Нет. Ну, в принципе, храм собрали. Я не думаю, что здесь еще что-то осталось. Уферка у меня есть вイ moisturки. Я не думаю, что здесь еще нет. Я не думаю, что там его не придет. Уферка у меня нет. Уферка у меня есть крови в кишках? А это он просто крэйзи М-м-м-м Что за псих? Видели? Так, подожди Хава Патрончики Так, куда нам идти? Ну, нам все это надо посмотреть вместе Весело О А то можно посмотреть М-м-м М-м-м М-м М-м-м 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 М-м 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 Прибаляйте куча уже Спасем человека. Надо перезарядить Стреляй. В чем проблема? ЧТО?! Выстрелила спину своему отцу. Хотя было написано, что легкий режим и вы в своих друзей не стреляете. Классно. Да, да, Евгений. Я просто не знаю, как переключить одного персонажа или нет. Она не стреляла. Но в спину своему отцу и выстрелила. Потому что он там стоял, поэтому она не стреляла. Но я хотела его передвинуть. В результате я на него навелась, а она в него выстрелила. Ммм, это условности, да? Мы все собрались, да? Паруко Эх, блин, убили. Возьмем что-то моего О, блин, в этот раз деньги у него появились Давай, давай, на дураке Классно. Первый раз мы этого не делали. Теперь мы даже деньги заработаем О, подожди, транспортер уже пуст Надо разъединить Спейсом Возьмем эту девушку Возьмем сюда Присесть Почему она не стреляла? Может потому что она сильно далеко? Смотри, твои дружки прискакали Видимо, это было с ужасной смерти Ну что, зоркоземельцы, бросайте оружие, она не умрет, поняли? Подожди, никому умирать не обязательно, просто уходи, мы не станем стрелять Ладно, ухожу Потому что у нас кklärфорта Я вообще хотела ее убить Вродев чем что вы здесь Блин Хахахахаха Хахаха Хотяту девушку лучше бы она Да, предупредите, мы старались спасти тебе жизнь Загрузите игру, ну блин Загрузите игру Чего я убить? Ой Надо было сделать автосохранение каждые 5 минут Седеврально получилось? Да Со знаком минус Ну, надо время, чтобы разобраться Я думала, может будет время в нее выстрелить, когда она будет уходить Нет, хрен там В этих играх всегда важно сохраняться вовремя Не сохранишься, а потом переиграешь Сухой кусочек хлеба Сейчас пойду делать, наверное, себе творог Буду играть и есть Ну, ладно Ну, ладно О, ладно Ну, ладно Интересно, а что на этот раз? У него в карманы Ну, в прошлый раз было лучше Еще и деньги давали Смотрите, куча сундуков Смотрите, куча сундуков Смотрите, куча сундуков Она совсем не образована Атаковать и убить ее Ключ Это было неожиданно Так, что были припасы, аккумуляторы, деньги Фото Ну, ладно Я предлагаю туда-обратно Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе 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 Не знаю Это будет сохранение Наверное, оно переписалось Надо будет обратно брать Это будет пересохранение с самого начала Где мы сохранялись Хорошо, что мы там сохранились Песец Я просто подумала Важнее нам ключ Или важнее нам Рейнджер, которого мы спасли Я думаю, все-таки Рейнджер важнее Неизвестно, конечно, от чего ключ Может, что-то клевого и важного Но Может, Рейнджер нам поможет Тут и так рейнджеров так мало осталось Она может нам помочь В этом не гостеприимном мере Отлично, она жива А теперь на вас все будут нападать Ух ты, здесь все другое постоянно Жалко, там патроны были А, шпат Жюди Белл Мы с мамкой прощаться не умеем Поэтому утро перед выходом Мы сунем тебе это в карман Кассета Только тем, чтобы ты знали, что мы с тобой гордимся Могу много молиться, чтобы Ты вернулась целая и невередимая Не волнуйся, мы справимся с нами Все будет в порядке Денис Подписался Спасибо, Денис Представляете, если бы мы ее не спасли Как было бы грустно и печально все это читать Похоже, Дорси здесь не задержались Видимо, они знали, что вы идете по к себе Ладно, я предполагаю в этом месте сохранить игру Карфан Идем дальше А у нас с нами не идет, но мы все получилось Что хотели Повторяйте подъем, тут еще жарко земельце Повторяйте, не станем кончать. Блин, сегодня То есть, или те умирают, или эти Ясно А мы потеряли Преимущества Играем, сколько весит? 20 с чем-то гигабайт скачкой 30 установок Рассказывал, а ты не слушал, да? Так, ты Они вяжут с этой стороны А здесь что? За круг непонятно И не видно Иди сюда Использование укрытий Укрытие защищает от вражеского огня, повышает шанс попадания вашего оружия Бывают двух типов Низкий и высокий Высокий обеспечивают наилучшую защиту Но будьте осторожны Укрытие защищает только от тех атак, которые направлены в его сторону Этот враг занял укрытие Чтобы обойти его с влангой, попробуйте изменить огневую позицию, наведя курсор на выбранную клетку Укрытие 7 AD Укрытие 6 AD Лавин укрытие Это не укрытие О, это полное укрытие Идем сюда Потому что он ближний бой, поэтому прячется А нахуй сейчас стрелять 80%, 95% вообще шикарно 95% Вот и Ты пожалуй Умырешь Так, у нее осталось одно очко А мы потратим На следующую Спец атаки Шкала спец атаки заполнена У каждого удачного атака Каждое оружие есть уникальная Спец атака Мощная особая атака, способная изменить вход в бою Щелкните У каждого оружия, да? Щелкну кнопку спец атаки на быстрый доступ И лев, чтобы разок поймать Вот это, наверное, спец атака Так Так Три ОД И удар Вообще есть оружие? Нет Вообще непонятно, где у кого он залез Так, пожалуй, включу музыку, да? Три ОД Три ОД Так Оборона А у нее супер удар какой то Как вы понимаете Смок. Лучший удар. Что он делает? Слесно. Голова. У меня 2 очка остались. Один недостаточно. Купа врагов. Непонятно. Но... Нанесим на следующий бой. ГОДОСТНАЯ МУЗЫКА ГОДОСТНАЯ МУЗЫКА Я не видела его. Ладно, это было, что он неудачный. Молодец. Так. Так. Так, а ты... Тебя видела, я бы в тебя стреляла. Так. Оружие нужно... 6 ударов. Понятно. Значит, давайте используем... Сюда спрячемся. ТЛД. И выстрелим. О! Не льём. Ну, давай. Я собираюсь проползти к нему. Сзади. Какая утипа. Т. Т. Т.: Велика. ГОДОСТНАЯ МУЗЫКА УДАТИ Т.: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выстрелить можно? В смысле? Достаточно дэш? Достаточно дэш, чтобы выстрелить классно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игру хотел купить тоже пошаговая Промутана, как мы говорим? Рейджеры, говорит майор Прасад, я перебралась на ту сторону Данду Похоже, я смогу зайти эти грамила в тыл, внести неожиданный удар Сообщите, как выйти на позицию, и мы... Черт, по мне стреляй, это уже укрытие Утка говорит... А, да-да Ее можно по Иксбоксе Кейкласс получить Ну че дают, интересно Бугленная книга Патроны Патроны Ранка Патроны Зачения Отлично Тот ключ, который мы не получили В начале из убийства девушки Мы его получили сейчас Вопросик Тут какая-то... вопросик Вопросик это, в смысле, вот эта штука, которую мы взорвали Выпустили пешки и бросили умирать от Крал Потеря Выпустили пешки и бросили умирать от Крал Потери Требуется первым А это что? Хирургический метод Поступна новая специальность Ну ладно Так, у нас есть какая-то прокачка Нет Нет Аааа... Ключ Ключ Взялся в заложники Мы получили оскорочную гранату Мы нашли улучшения для примеров Нажмите кнопку «Инвентарь» Нажмите кнопку «Инвентарь» И на досуге на экраны копируйте новое снаряжение Инвентарь Выберите рейнджера Затем щелкните Крепический предмет Венчерку снаряжения персонажа Или же Важно щелкните Требет, чтобы наверно прийти Ну да, у него нож А оружия нет Какое улучшение Где она вообще А, ножа дважды щелкнется А, ножа дважды щелкнется Могу печататься Старый медальон, который Уильям все время носит с собой Достался ему от отца, но Уильям никогда не говорит о его происхождении Пробивание Фотография матери С 11 Что бы ни произошло, я всегда буду с тобой Фух Удалимая книга Купон Я не поняла насчет обновления Купон Карта даже На задании репутация Мы нашли модификацию Но как ее применить, я не поняла Купон О, модификация Типа Купон Купон Если я не разоберу Так, ладно, что... о, блин, они повесили рейджеров О боже Еще одна потрошенная кукла на моем счету Впереди здоровенный робот, счастье он вас пока не заметил, чтобы пройти не замечен, дышись за пределами зоны действия дотектора Вы можете получить право первого хода боевого, атаковав противника до того, как он вас заметит Однако мы даже не можем выразить, даже столько робот вас сдручит, если наплать прямо сейчас Что на робота посмотреть? Вот это робота? Угу 18 Может мы его... А, подожди, вот этот робот Это 300 урона Угу На экране изображается сообщение автоматизированной защитной серии гида Не знаю, когда он Включить защиту Защитная серия включена, за перезаписку требуется ввести учетные данные системные администраторы А этот все еще входит А куда нам надо пройти, интересно Целый отряд рейшенов Примещен специальский сыр Видимо это работа вон тех вооруженных механических машин смерти Лучше вам полностью их избегать Ладно Я просто хочу сориентироваться, куда же мне идти Скрывание замков Понятно Сюда теоретически можно набраться Так, он отвернулся Вас не видит, да? Нам надо отбежать сейчас будет Скрытые объекты воскресляют Скрытые объекты воскресляют Что это? Некоторые объекты в мире спрятаны У каждого персонажа в нашем отряде есть восприятие Скрытые объекты Замечают скрытые предметы Вроде сигнализация Ушек и тайников Хорошо Ревчатку обезвредить мы можем В принципе Но нет Робот знает толк развлечений Не говори Ха-ха-ха-ха Так, мы отключили Здесь можем пройти Сейчас робота покрется Мы И сейчас стронится Ящик с броню нам пригодится Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ой, здесь ящик с оружием Я думала, если он увидел это дело Так, я могу этот текст поменять? Я подумала, что если он видит взрывчатую штуку, значит он на нее не пойдет Но мне должна ему точно указать куда идти, иначе происходит такое Так, хорошо, мы отключили здесь, встроим замок Просто не получим Идем сюда Мы рассоединяемся Ты подходишь сюда И отсюда берешь оружие Тогда было больше 2 граната и кишкодер должен Ну все Давайте пойдем в инвентарь И кажется кишкодер это для него 17,23 17,23 Ну да Острые лезвия, они просто так Броня От холода, плюс 3 Отдели его немножко Мужчина Потому что Он в ближних боях Часто Ну да С Говорит про сад тем, кто на меня наскочила разделаться нам еще остались, сволочи Я нашла точку, где можно закрепиться и прикрыть вас, когда вы пройдете Но боюсь, в основном придется справляться самим Как обычно Удачи, давайте скорее. О, сундучок. Домашняя. Выпейте, чтобы получить 25% урона в ближайшем бою на 36 ходов. Но после у вас будет 21 на 60 ходов. Даже не знаю, стоит ли оно того. Вносит удачу. Мы можем эту вещь взять себе. Пробивание. Какие дела? Для нашего персонажа второго появилась броня и второе оружие. Если бы персонажа не было взлома, мы бы не смогли броню взять. Интересно, их надо куда-то в какие-то ячейки положить? Звучит. Прикольно, что дали поиграть за двух персонажей сразу. По двери услышно грубые голоса, смех и выстрелы из ракетомета. Не открывать здесь. Ну и все, так и будем здесь. Это похоже на поле боя. Два человека против банды. Похоже мы все перебили. Кончились веселье. На поле боя. Да. Пахнет. Пахнет. Это весело убивать, ну, ну, это же так весело, как убивать людей на расстоянии. Лично я предпочитаю, чтоб кровавый поток просто взял интимные обстановки. Эрес пожалеет, что остался в доме, но он потрошка любит. Кто такой Эра? У нас старший брат, он была с удовольствием, кусочек вырезал, но и человеку поднимал. Кто вы нахрен такие? Совсем необразованных, да? Дерси, вестники потока, конца старого мира, начало нового Матилота, поэтому надо всех резать на куски. И начинается здесь степные шапки, то что я сделала с вами, Дерси затем сделала совсем колорабом, так что вяжите от души. И то он, напомню, не прийдет. Материнка, лиджиара, да? Я думаю, он никогда не заткнется. Внимание, рейнджи, там еще она подходит. А, блин, я хотела тут навык использовать, но нет. Так, а где враги? Бочки можно взорвать. Вот враг. Вот зудчик. Еще враг. Еще. Трех, они на картине там живут. Два строе. Так, у нас осталась одна. У нас осталась одна забава. Так, идем сюда. Пересядем. Этот должен сюда забежать, наверное. В принципе, он может далеко бежать. Ага, здесь еще один, да? Ну, если я туда добегу, он меня убьет. Дабы еще здесь присесть. Он может спину выстрелить. Теоретически. Но тут тоже он может не стрелить. Так, давай сюда. Давай сюда. Надо догадываться, что ты имеешь в виду Ты можешь добежать? И удариться И всё, да? Точно Раз-два, да? Где-то надо спрятаться Я думала, где я убью? Я же с другим оружием теперь, блин, посмотри Какое оружие у него сейчас рука? Всё правильно Ладно Идём прятаться Так, ты 55% 95% 95% Я предлагаю стрелять сюда Я предлагаю стрелять сюда А что не может подойти по Стасу? А что не может подойти по Стасу? Ну, если бой начался, то уже по Стасу не подойдёшь Это до боя Стас открывается Это Ренджерайн Счастье у него есть Пнемо шприц Для использования еще один тел КММ Так, у нас У нас 2 сюда ударить в 3, а то не так плохо. Давайте на нее перейдем. 55%. Это плохо. Кстати, он один, кажется, остался. Отсюда будет 55%. Отсюда 19%, 16%. Вблизи плохие проценты. Откуда будет больше процентов? Потому что не страшно. Отсюда 55% тоже. Поэтому давайте просто выстрелим. Зато надо было нарушение вето. Мы это сделали. Повышение уровня дает прибавку в телосложению для уровнята. На более высоких уровнях переводят дополнительные очки параметрах. Чтобы улучшать навыки используйте Q bijvoorbeeld. П, 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 П. Так, навыки. Нам нужно лечение. Бересирожок есть у папы. Первая помощь. О, воскрешает сотрудников по отряду. Хорошо. Птишка есть. Чудная наука тоже. Всезнайка тоже нам нужен. Всезнайка, первая помощь. Да, Всезнайка. О, у нас три очка. Ух ты, мы можем на разные их пораспределить. Первая помощь. Монда брони, монда оружия. Или монд остров. А с то, что, насколько я помню, всякие блестяшки падают. Барта, железная задница. Отлично. Закрыть. Закрыдить. Так, рукопашная. Взрывчатка, первая помощь, наука, всезнайка, вскрывание замков. У нас же есть, кажется, вскрывание замков у девушки, да. Ближний бой, дрессировщик из-под тишка у него. А, взрывчатку, пусть она взрывчатку. Вот, брони, мода оружия. Пригодилось. Работа с механикой. Возьми отмените изменения. Так, всезнайка. Компьютер сломан. Замки, железная задница в западной перегонтовке. Была подзагрузка. А, рукопашная трука. Первую помощь мы взяли. Технологическое оружие. Запечатку я бы взяла. Цезнайка. О, ремонтирует эффективно, отлично. Мод брони, мода оружия. И всё, новое лидерство. Чего она делает? Прикольно. Мы взяли всего по чуть-чуть полезного для выживания. Теперь надо опускать трупы, я так поделиваю. Насладиться хабаром. Ух ты, гранатомёт. Взрывчатка. Мы взяли взрывчатку или нет? Ну... Нюхали, что ли. Моему взрывчатку не взяли? Взяли взрывчатку, чтобы мы могли... Ладно, потом возьмём. Сундуков я не вижу, чтобы можно было вскрыть. О, есть первая помощь. Ой, кажется, она вот эта. Здесь всё. Как надо всё внимательно осматривать? Я других не вижу здесь. О, подождите. Денюшку получили. Молодцы. Так, собрали. Всё, нужно идти. Смотрите, здесь кот. Коткинс. Мы с оба уже котом, дети. Мне кажется, нет. Дыхание майора просад. Пара вырывает сквозь тисну стыду. Между кровавами пальцев валится. Можем вылечить, мам. Словно, вы покрошили этот отряд. Словно, вы покрошили этот отряд придурков. Нашли ещё кого-нибудь из лежащих? Да, самое случилось. Это ублюдки нас кочевные, а когда я тут пряталась, я всех положила, но последний успел достать меня с вежевальным ножом. Ну, я задала вопрос, рейнджер. Кто-нибудь ещё выжил? Да. Вы славная девчонка. Спасибо, Ломанца. Так вот. Закрывает глаза, а потом начинает рыться у себя вешенщики. Чёрт, я все бумаги залила кровь. Значит, нам надо направляться в Колорадо Спринц, обустроить штаб новой базе Петерсон, оказывать поддержку Патриарху и любых обстоятельствах. Сделаем это. Патриарх отправит помощь рейнджерам Аризона. Не сделаем рейнджерам звезде. В связи с чем, перехожу к секретным распоряжениям. Евгений, скажи, музыка меня не перекрикивает? Это важно. Насколько секретно? Только мне. Я их получила от генерала Вудсона. Когда мы получили только сообщение от Патриарха, генерал Вудсон выслал в Колорадо передовой отряд под командой Анджелы, но связь с ним была потеряна, нужно им найти. Ещё один отряд был? Вы думали, Анджела Дэк погибла выполнять задание в Калифорнии? Нет, она сумела выбраться, потом узнала, что все ее старые товарищи погибли в боях с Кочесом. Возможно, потом она вызвалась возглавить передовой отряд, чтобы больше не увидеть призраков. Дайте мне секунду, перевести дыхание и вызвание. Дайте мне секунду. Хе-хе-хе. Нет ушки. Поднимайте на ноги, ее неровная улыбка превращается в прямая страшная боль. Опускайте глаза и его внутренность текучая лежит на снегу. О, черт. О, у нас новая броня. Штаны разведчика. Армейская винтовка. Музыка не переводит. О, спасибо, Евгений. Кто мне еще помог? Так, взрывчатку мы не взяли. Тоже требуется взрывчатку. Ну, я взрывчатку прокачаю. Тогда... Да, значит, броня плюс 3. Штаны. Скорость бою, броня плюс 1. Мужчине может что-то нададим. Ну, ладно, вроде больше ничего. Так, требуется первая помощь. Мы первую помощь ей прокачали. Ладно. Автоматическое оружие 2. У меня автоматическое оружие 2. Видимо, да? Нет, у меня вообще его нет. Идем. Мы опять одни в этом мире. Надо кота приручить, кстати. Восприятие. Уж... Подляп вывлете на шее у катания ошейника. Солдатский жетон смыли на нем именем Том. Моя Том, слезайте с дерева. Вас ждет младший лейтенант Джерри. Мяу. А мы добились успеха. Ну, все. У нас есть майор Коткингс. Мррр. Майор Том Коткингс пристально смотрит на вас. С тем начинает выжидающий подмахивать вас Том. Ха-ха-ха. Можно почесать... Так. Можно почесать тебя за ушком. Майор заслужил. Интересно, в боях будет? Завтра ее будешь стримить. А что, понравилось? Думаю, да. Подожди, мы моем его способности. У Киски есть шанс в рейтапе 6 метров. Отлично. Наверное. Главное, чтобы катания застрелили. А то, простите, это разработчикам не смогут. Не, 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 не. Эй, Джаред, братишка, как предвоется Великий Кровавый потоп? А ты не был уже в жаркой земельце? Том. Раз, даже астрад погиб. Его убили. Приспрылили, будто собаку. Поймаю тех, кто сделал придушу. Нет, дяди д italiano, все слышали, я отомщу за своего брата. Мой брат говорит будет отомщен Что это? Костец со стекляшками рукопашный? Может кому-то из наших еще пригодится? Это была майор Прасад, они ее достали? Ты что-то побери в жопу это место, в жопу Зато мы все в трактор влезли В штаб Рейнджера есть помещение, куда никто не знает как попасть Интересно, у нас будет штаб Рейнджера? В течение дня В течение дня В течение дня Затворогом, хотя мы уже загрузились. Ладно, попозже паду. Большой значит трактор внутри. Какой-то значит снегоуборочная машина, а не просто трактор. Мы прибыли. Добро пожаловать, рейджеры. Сможете переглить с Патриархом. У кота на голове шляпа. Когда раньше было пятьдесят. Рассудок говорит мне, что лучше вас прогнать, что вас не падать, чтобы закончить начатое. А, вот и Патриарх. Но я виноват в нападении Дорсис. Меня полагают не только извинения, а вот кое-что более связаемое. Дорсис напали не только на вас, они напали на мой город. Этот пытался сжечь нашу тюрьму. Если хотите вместе, то делайте с ним что хотите. Он не наш пленник, не нам решать что с ним делать. Если вы настаиваете, то он сам его убьет. Дети, закройте глаза. Спасибо. Да, но уже не решал подобные проблемы собственными руками. Я хочу так поступить со всеми Дорсис. Возможно, благодаря вам мне это удастся. Но пока что позвольте решить вашу насущную проблему. В дополнение к этому штабу и поддержке, которую я пообещал вашему генералу, я поделюсь с вами ресурсами, чтобы поставить вас на ноги, новые люди, новое оборудование. Знаю, этого недостаточно. Обитых мужчин и женщин уже не вернуть, но это все, что я могу вам дать. Надеюсь, вы готовы это принять. Первая помощь, два. Аж два надо первая помощь. Модный КТ. Да не говори. Спасибо. Рад, что с вами можно договориться. Надеюсь, мы сможем поладить. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Саул Фьюкинен. Я владею Колорадо. Хотя есть люди, которые так не считают. Этот штаб, ваш новый дом. Отсюда вы сможете помогать моим людям и, что еще важнее, выполнить дело, ради которого я сюда призвал. Да, Джо. Простите, патриарш, это шериф Дейзи. В саду богов снова изменил ситуацию. Хорошо. Простите, рейджеры, все еще приходится устранить пожары. Внутри вас ждут двое моих лучших родей. Шериф Дарик Вон и мой старый друг Сергей Грецкий. Познакомьтесь с ними. Я подойду, когда закончу здесь. Внутри вас ждут. Надо чуть-чуть отдыхнуть, дыхание перести. Вы не против? Прямо на снегу? Как-то ранение. До сих пор заживать. Идите почву подготовьте, пока ноги встают. Я хотела приблизить посредне беременная Элена. Странно сидит. Что у нас там в заданиях? Так, что у нас там в заданиях? Снова инвентаря. У меня просмотр статистики. Челкните ЛКМ. Кнопку производность статистики на экране инвентаря. Разборка предметов. При любое очень низкое навыки баррель вы сможете получить уроковство запчасти больше, чем это целое оружие. Талантами науки российского бедовства. Разборка предметов для шанса получить оружейную модификацию. О, круто. Таланты. 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 Это вот они Нет? Да Ух ты, собачка Можа, тоже можем придется? Ага, убежал Это должен делать Вильям Заговор животного Требуется дрессировка 3 Дрессировщик 3 Блин, навыки, которые он у нас есть, еще надо нехило прокачать Курица киборг Что? Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Эээ, ладно Мне кажется, нам сюда С другой стороны, я хочу здесь побродить сначала Закопанное что? У нас лопата есть С другой стороны Сейчас мы чувствуем Что можно взять? Интересно. Эээ, контейнер, подожди. Уберём всё. Неожиданно. И как узнать, если бы он так не перемещался? Непонятно. Клёво, мы немножко разбогатели. В первой игре, кажется, лопату сразу не давалось. Надо было где-то брать. Открывание не применило. Ладно. Сейчас, наверное, штуки не приехали. Здесь сохраняют. Подожди, это что? Сугроб. Идеальное сочетание плотности и влажности для лепки снежков. Поделайте несколько рыхлых и белых снежков. На них можно отлить. Давайте так и сделаем. Из жёлтого снега, получается, по-настоящему мерзкие снежки. Давайте слепим жёлтые снежки. Их можно кидать во врагов. И отправлять их. Насколько я помню. О, подожди, а здесь на крыше ничё нет интересного. Есть. Ну-ка, ну-ка. А здесь ящики не вижу. Не вижу. Хе-хе-хе. Взять всё. Я немножко повредил себя. Видимо, там было... Охранялось это дело. Наше ощущение плюс один не помогло. Инвентарь. Давайте полечим парня. Чем бы его полечить? О, подожди. А там у него какая-то броня, да, новая. То есть пять именно тактическая броня. Надеваем. Сила пять. Сегодня всё опять есть. Приоделись. Отлично. Ещё кого-нибудь можем приодеть. Курица Кибор. В тело курицы имплантирована, покрытая металлом электроника. Курица смотрит на Вас снизу вверх и во взгляде сквалит одиночество. Других кур поблизости не видно. Печальная курица. Коко. Обращая внимание на ваше присутствие, курица снова и снова бросается на стену. Судя по всему она злится на своё заключение. Нет, на весь мир. Она принимает векные позы, ходит бочком, кружа вокруг невидимого противника. Я думала, мы с ней поговорим. Привет, собаки. С нами кот. Мальчонок. Дрессировщик-3 промах. Блин. Тоже дрессировщик-3. Ну ладно. Ни хрена не видно. Ну да, сюда мы выйти не можем. Я просто думала, что здесь что-то интересненькое. О, подожди, а здесь что? Надеюсь, не взорвётся? Не взорвётся. Ну ладно. Мы нашли ямку, откопали её. Кстати, первые части были такие же ямки, мне кажется. Ну и теперь можно со спокойной совестью заходить в штаб и искать местного торговца. Это выпуск 8.8. Да. Блин. Какой же из игры она прям улетает куда-то. Добро пожаловать, рейнджеры. Я шрифт Дарик. Вон, а этой середине Грецкий. Рад познакомиться. Приятно видеть лица союзников. Ну что этим и Дорси надо? Слава богу, до него они так не добрались. Патриарх им нужен. Он один удержит Колорадо от распада. Прошу прощения за сигнализацию. Чё-то сработало с аэросистемой охраны. Беда в том, что компьютер, с которого она отключается, охраняет буйные роботы. Как с ней поступать решать рам? Ваша база, ваши правила. Ой, нам классную базу дали с боевыми роботами, которые будут у нас нападать. Роботы, откуда они взялись вообще? А, странно, да? Несколько дней назад осмотры проводили, они были неактивны, но... А, отключите сигнализацию и поговорили. Клево. У меня есть там какой-то навык. Не знаю, один хватит для их приручения. Было бы клево, да? Включаю музыку обратно. Господи. Включаю музыку обратно. Испортилось. Кому-то, видимо, пришлось бежать посередине. Трапезы. Можем сюда войти? Нет? Нет. Мы не можем. Мы даже на завал свободы. Кто же сюда бежит? Трапезу. Должна быть какая-то кнопка подсветки... веще... Активный wilk Ah spoiler... Да, это... Ты готовила обед. Постально... Я знаю, какие они dislike твоих передней. Кто-то говорит. Тревога, тревога, объявляю тревогу Посторонние предупреждают Вы предупредите, я храняю и буду угождаться на убедку Приглашайте удостоверение или в нокаут У нас есть разные варианты В вашей системе обнаружены дефекты, вызванные халатным отношением Мы из техподдержки будем ремонтировать Какое обвинение? Эфифсима не обналялась нормально в ту же 9 лет Следственное, это не менее не бесплатонные подавили дефекты в это время Все, все нормально Ситуация рассосалась Так, кто у нас по роботам? Ты, кажется Какие у нас навыки? Железная жополис первая, помощи нет Работа с механикой Не, подожди У тебя было Компьютеры и электронные противники Терминал покрыт пылью, но когда нажимаете кнопку включения, он оживает После многих приятных безмолвствия, компьютер начинает жужжать и попискивать После загрузки на экране начинает мигать надпись тревога На все попытки открыть минию система реагирует словами доступ только для руководящего состава В конце концов запрашиваете у компьютера список командного состава и получаете ответ Список командного состава пустен, значит новый руководящий состав Значить себя командующим На мониторе заезжает вспышки камеры На экране медленно, посрочно встраивать совершенно кошмарные фотографии ваших лиц Команды состав распознан, тревога отменена Спасибо Молодцы, Рейнджеры Приятно видеть, что все начинают вставать на свои места Такое у него мало Вообще Так, на чем мы стоим? На том, почему вы здесь Как вы можете знать, у меня есть дочь и два сына Либерти, Веллар и Викторис Двое из них устроили заговор против меня Третья очерняет мое имя с каждым своим вздохом Естественно, я и знала их С тех пор они пряжутся в тени, но в последнее время ходят слухи, что моя кончина близка Конечно же это ложь, но мои дорогие дети, поверить слухам, начали строить планы Тебе нужна защита в случае, если они нападут? Защита? Думаете, мне нужна защита? Ха-ха-ха Не пытайтесь умничать, слушайте внимательно Я не боюсь, что мои дети свергнут меня, Рейнджеры, они не смогут Даже Либерти Меня беспокоит разруха, которую я не принесу с собой Они разорвут на части мои земли и моих людей Они образят в пепел всего, чего я добился Именно поэтому их нужно остановить еще до того, как они к этому приступят Именно поэтому вы, Рейнджеры, должны идти и привести ко мне как можно скорее Я имею ввиду живыми У них течет моя кровь, если убьете их, у вас будут проблемы, ясно? Что если будет невозможно? Вы и так совершили один невозможный поступок добравшись сюда Я верю у вас, найдите способ сделать это возможным Теперь позвольте рассказать, где они находятся В Викторе сидит в Аспене Велор находится под защитой гипперов в Денвере А Либерти собирает армию против меня где-то на восточных равнинах Что вам еще нужно знать? Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Что вы хотите знать? Вик, Вал, и Либи back home That's why it's you who's doing this You've got the only... Hmm... Boy's never been right in the head Cause he was a baby, he tortured cats, terrorized us... Anyway... I finally had enough and put the little monster under house arrest up in Aspen Guess they... Now he's on the radio Laughin' about what he's gonna do to his hostages And he's daring me to come after him Don't get your hopes up Vic likes to... Play... Hostile... Soft... Spoiled... Fiddled with computers all day instead of learning the arts of diplomacy and war Made him my... Official ambassador to the Gipper What would need due to their system? No oil means no heat No light And no food for my... No, but the Gippers are tough and well-armed And dental Livery's got more brains and cunning than both her brothers put together She's the only one that wouldn't worry about her for now though Best to wait until you got a little more firepower She's gonna be well protected She's already tried once Got all the way to the palace steps before we chased her off You'd better Anything else? Now... The last dregs of a treacherous family Mistakes linger, Rangers I know they're better than most Possibly But I know the Dorse's from the old days They don't take orders well Okay, well, we have all figured out Okay, well, we have all figured out That way Если вы хотите, возможно, утолить жажду мести, я получил звонок от шерифа Дейзи из Халорадо Спирс. У них напали Дорси, которые отсиживаются в саду богов, после того, как план налета затрещал по швам. Почему бы вам не помочь? Я покажете, на что способны рендеры. Держки, это хорошо. Ну, если только они на словах, наверное. Хорошо, пора идти. Олень. Угаси. Рома заданий. Типы заданий. Основные. Развиваю сюжетную линию. Дополнительные, необязательные. Мы получили задания крысы, загнали в обозначительный шар, посетить шерифа Дейзи в центре Колорадо Спирс. Основные задания. Дополнительные. Ой, подожди. Мы его уровень получили. Параметры. Значение параметров. Начиная с третьего уровня, ренджеры получают по одному очку параметров за уровень. Улучшение параметров за стоит одну очку. Параметры. Источник всей жизненной важности. Действительность. Жить дольше, бегать быстрее, следаточнее, обительнее. И все это определяет параметрами. Я думала, не автоматически это определяет, но нет. Очки действия. Скорость в бою уклонения из-за тела. Из-за тела. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну давайте вскрываем Вскрывание девушки прокачаем на 2 Давайте вскроем замки У нас нужно 2 Ну а я не знаю Гидроскиновые панели Модификатор брони У нас вроде есть броня Ммм, прикольно Модификация оружия Снять невозможно Так Снять невозможно Но у нас уже оба неплохо одеты Снимаем 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 Взломать компьютер? Блин, может оно не надо? Там долго и нудно загружать. Слушайте, а если я собаку приручу, а у нас с нами ещё собака будет бегать? Давайте глянем, что там за оружие у нас. У меня навыки. Снайпер. Так. Штурмальная винтовка, армейская винтовка. Гребчатка рукопашная, можно продать теоретически. Так, это сила 3. Броня разведчика, у меня броня разведчика. Плюс 3. Плюс 3. А здесь броня излома пригодится этому мужчине. Броня плюс 5. Броня плюс 4. Плюс 2 штаны здесь у нас. Плюс 5. Ну, вообще круто. Я бы в ящики что-то положила. О, подождите, давайте модифицируем. Снайперку модифицирую. Шлак снайпер. Модификации. Все оружие можно модифицировать. Все оружие можно модифицировать. Быстро целиться в злые шансы. Так, она у нас модифицированная. И что-то еще мы нашли. Модифицировать. Уклонение плюс 1. Ммм, модифицировать. Бросить. Один мод брони. У него же есть один мод брони. Транно, но нет. Транно, но нет. Ммм, может быть штаны модифицировать. Штаны можно, да. Уклонение, броня плюс 1. Интересно, а почему такое оборудование древнее? Ну, апокалипсис произошел не сильно в далеком будущем. И собирали из того, что можно. Алюминиевая банка. Из нее еще можно откликнуть, но напиток будет пахнуть столбняком. О, подожди, мы этот не взяли. Как мы тебя не заметили. Ну, теперь нужно идти чайка, которому все это можно продать. Ну, что, обшить наем новых сопутствием. Угу. 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 Сава Гонсалес, магистр электроники, ради механики, душ и дисперчер шерифа. Пусть вашим радиооператором. Отлично. Пока вы занимает сигнализация, я взял на себя смелость установить вашу машину в боевой искусственный интеллект. Он должен вам помочь. Если хотите поболтать, я буду в операторстве. Полужу с наладкой оборудования. Повердитесь сержаном Грецкий для набора в отряд новых рейнджеров. Вы сможете взять в отряд до шести бойцов. Не более четырех могут быть рейнджерами. Еще два места могут занять спутники вроде шерифа Клона. Спутники уникальны, они игровые персонажи. Официально они рейнджеры, но все равно хотят помогать вам. Во время страны покажут свои цены этих спутников. Официально. Официально. Не уверен. Мы приехали через... Мы были в кастрюлютым место до конца. Ничего не может отрекать в системы защиты между тем и сейчас. Это не лето, что я пытался оставить их в маршале, но ты прав. И я действительно забыла от отряда. Но... Поверь, льезвий. Хммммммммммммм Все время здесь живут в основном преступники и беженцы. Нужно осмотреть тут все на предместоянии. Что за потоп? В внешних местах мы называем ядерный апокалипсис с огненным потопом, потому что не так оно и было. Но их потоп был водяных, ядерная бомба, потоп, огненный. Что там радиопиозератор сказал насчет установки боевого ИИ в нашу машину? Гонзалес, мы это специалист. И позволит вам отдавать приказ на машине в бою даже если внутри никого не будет. Проще говоря, стать дочерином членов вашего отряда. Прикольно. Могу, да. Ух ты. Снайпер у нас есть, первая помощь, верчатка, как можно. Тут надо по... можно создать персонаж, выжиг, как бы нам нужно, но блин. Сейчас мы все готовы, теперь ты здесь, так что я не скажу тебе, что делать, но... Держать этот дом и идти не будет плохим, чтобы начать. Это значит, обслуживая их. Да, она имеет свои руки, помогая... Ну, Дэйси может быть, может быть, что ты поднимаешься с... Я начну убежать здесь, но взглянувшись, пока ты идешь. Видишь, в любом случае, ты идешь. Колорадо Спринге, прямо на улице. Ты хочешь идти в Денвер или Аспен? Просто попасть в машину и выйти как ты пришел. Что если я вступлю в ваш отряд, пока вы будете готовы действовать самостоятельно? Что ты предлагаешь? Я отключаю стреля, я хорошо избраю техники, хоть мне, как и патриота. Обидно это говорить, но у нас тут есть места, где мои навыки могут быть полезны. Спасибо. Ну, отлично, у нас снова спутник. Мы забивали первого спутника. Спутники это уникальный тип участников отряда. В отличие от создаваемого и рейнджеров, спутники это заранее созданные персонажи, у которых есть своя личность и свои планы. Если просто люди не могут вас уйти. У нас отряда может быть до шести персонажей. До четырех из них могут быть рейнджеры, оставляя минимум два места для спутников. Нет причин отказываться от компании, если сможете поддерживать их расположение. Прикольно. Кот еще с нами. Непонятно насчет его шляпы. О, двери открылись, классно. Я думаю, перед выходом мы создадим персонажа или поищем какие там есть. Давайте будем получать. Вы его любом нет можете связаться с штабом рейнджеров по рации, но не связываться по необходимости, когда будете следовать за держание, совплетение аппарации, расслуживайте. Он теперь рейнджер Он говорит, что ничего не знает об им, но установил, потому что не сложно было Ладно Давайте глянем на штаб, поищем вниз ванных гостей, может быть Обнаружена ловушка, отлично А здесь? Нам кого-то надо со специальностью взрывчатка О, здрасте Трупы, которые можно убивать, подожди, можно поговорить, интересно Что здесь интересного? Ключу, пожалуй, музыку, они уже наговорились А, гараж, найдем порядок, сможем у него с машиной ставить Триминал отображает информацию системы базы, похоже, сейчас все в порядке Платформа служебного листа, наверное, надо Сообщение о механической ошибке, служебный дрон получил приказ о ремонте Ну ладно Что-то уже сломали Обычно Ремонтный набор Ммм Твердая По-моему, там больше ничего нету Ой, ты посмотри, он двигается Оржавая шинковка Огромный, паукообразный робот неисправен Поддергиваются лужи своих технических жидкостей Корпус помят и не решетен пулями Судя по царапинам на полу, робота придащили в гараж, откуда-то из другого места Вызнает днем шинковку Военного робота до потопных рент Похоже, он сильно поврежден перестрелкой Часть оружия не отсутствует Вы замечаете, часть дыры от пуль заделана А на низких ногах видны следы недавней сварки Главная панель открыта Видны провода и силовая установка Очевидно, что робота пытается ремонтировать Ладно, значит работа с механикой 3 нам нужна Надо записать Какие нам нужны персонали Чтобы починить базу Работа, смех Твое Три Не трогать робота На моего почини Стопудов Труп молодой женщины Неестественного положения Давно Первая помощь 2 Поезд для инструментов. Собирала и ремонтировала электронику. Первая помощь 2. Я так понимаю, что у нашей девушки все навыки уже получены. А первая помощь как раз у неё. Ножка зачесалась. Даже обыскать не получится, ну ладно. Ещё у нас интересного есть. Коробки, стол. Не повернуть. О, двери, дорожные ворота. Можно открыть. Не знаю зачем. Ну, чтобы заезжали все, кому не было. Так, это двери. О, подожди. Сюда эту штуку можно открыть. Скрывание замков 2. У тебя вроде. Отлично. Преклама робота. Отражающая пластина. Шлем. Ну, остальные шлемы нету. Это что? Кислотная эмиссия. О, хорошо. Ставер пробок. Надоели. Какие водители? Вот, как же ты попала? Как закон Дэ да томи, знакомьтесь. Ермисов. Зовезв以上 автомобильный, и. Опытный навигатор и автомехатор Петчатка 2 Давайте тогда заведем сюда Уминтаж 24 Уминтаж 24 Труп женщины раздут и разлагается Одна из рук полностью отсутствует Из распущего торса сочится черный дно Умело Не связано с отсутствием руки Смерть ее умело ампутировали за долг до смерти Видимо, женщина умерла от фрекции или болезни На щетках запястья вы замечаете шрамы Как будто женщина какое-то время была запована в цепи Так, ладно Скелеты Сушеный труп Смахивает на обычную смерть от голода и обезвоживания Но на щетках запястья такие же шрамы, как и вдрыг трупов Под кандалов, скорее всего Повреждения козырка указывают на частые перемещения Ой, здесь рабов держали Друг за трупов Разные способы насильственной смерти Пулевые ранения Других проломлен черед Третий перерезан на горло Шрамы на щеколотких запястьях Следы от кандалов Понятно Инэль затупил со стримового лица Ну блин Усывшего мужского трупа нет нескольких пальцев Лицо разбито до неизнаваемости Пальцы лишился из-за холода По шрамам, судя Обморожение могло повторяться много раз в течение нескольких лет Его до смерти забили плетью Шрамы от кандалов Понятно Этого можно было опускать Ладно Что-то добыли полезное Лечение Так, почему мы не вместе Уход кранилища закрыт дверью огромной Уходящую стену в полупотелок Похоже, единственный способ открыть с помощью цифровой клавиатуры Я не знаю, как туда пройти Ну ладно Возможно, где-то тут мы найдем еще Ключ Ключ И информацию Как туда пройти Как туда пройти Так, я еще там Гляньте на это оборудование Черно ровно Если удастся его запустить, будет удачное место для вашего арсенала Так Нужно Первый час Второго уровня Так, разъединяемся И... Эту неделю по две Чем-то плоховато работает Позвонили своему провайдеру Пусть выясните Чем-то плохова Ну, уходи так, раненый Сейчас все нормально Мусор Поймем пульки Так Ммм, меняем на девушку, которая скрывает замки Ммм, меняем на девушку, которая скрывает замки Ммм, могут автоматически попереть Здесь растяжка Ладно Идем, наймем кого-то По знаниям сейфа И всякого другого Откуда ты троулся? Откуда ты троулся? Ммм 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 Что ж, ммм Патриарх, неплохой парень Работа с механикой 2 Первая помощь Нам нужна Возрывчатка 2 Сигнайка 2 можно взять, чтобы прочитать Что там было? Первая помощь 2 Берем И Возрывчатку мы так и не взяли О, ее можно убрать Переместить куда? Ладно Ее можно убрать Значит, пойдем разберемся с первой помощью Возрывчатку Наливаем у кого-то чуглака или создадим взрывчатку И кстати можно повысить уровень Так, у тебя первая помощь 2 У меня случился приступ Улучшение работы сердца Похоже на типичный случай поражения тока Хорошо Значит, мы Узнали, что она умирала от Ее поразило электричеством И ее током не убило Давайте откроем эту дверь, а то она закрыта и не раздражает Ммм Так Все идут сюда И мы убираем эту опарню с первой помощи 2 Нам нужно убрать Нам нужна взрывчатка Бартер Полезна Бартер Полезна Черная наука Ремонт тостеров Ремонт тостеров Ремонт тостеров Надо будет взять Потому что там тостер на 3 стоит Возрывчатку Один Это 2 Берем ее Это более девушка Готов Готов Так, еще надо зайти в центр Сюда Ты, да? Ты у нас Здрасьте, привет, Фифочка Что за игруха? Игруха называется Westland Trip Только вышла Интересная? Ну, если ты нравится Fallout Игра типа Во После некоторых поисков обнаружите скрытое меню Основной процессор Перегруженный очереди Из многих тысяч запросов Поступивший более чем 100 лет назад Удивительно, что роботы-слуги Вообще в состоянии принимать какие-либо решения Написать скрип, чтобы убрать забросы Давай Останавливается стандартное быстродействие процессора Накопившийся запрос в удалене Она фри-то-плейная? Нет, она не фри-то-плейная Она полностью платная Фри-то-плейные игры Обычно донатные помойки Это именно глубокая RPG-игрушка Такие не бывают бесплатные Кстати, если тебе нравятся Фри-то-плейные игры Есть хорошая игра Которая скоро выйдет Через месяц Могу тебе дать ссылку Правда Сегодня эта ссылка не работала Может сейчас заработает Игра называется Женщин Импакт Сейчас я кину в чат эту ссылку Можем вместе покатать Во что? В общем Регистрируйся в Женщин Импакт Обязательно Ссылочка Стас Скинул тебе ссылку Мы починили роботов Ура Это идея Клево Ну ладно Чем Какими еще умениями Обладает эта девушка Я не помню Здесь Найка Здесь Найка Из-под тишка Автоматическая роза Ну в принципе она дублирует Эмм 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 Тих Its Новобранцы. Так. Что здесь задели? Вроде ничего. Нам надо вскрыть замок. Не применимо. Это как-то открыть надо, но не знаю как. Ух, подожди, Вильям. А, это наш персонаж. Кстати, у нас броня есть. Можно на людей, которые с нами идут, одеть немножко брони. Что вот на этом паре? Что-то надет? Нет, бегай голым. У него, кстати, сила есть. Поэтому можно его надеть в силовую броню. И дать ему блестяшку. Деваха факел, ты не говори. Я такое аниме тоже не люблю, но так нарисовали, стиль Зельды, это круто. У нас шлемчиков нету, поэтому ничего не поделаешь. Так оружие. Надо подумать, какие нам нужны персонажи. У нас нужен кто-то с винтовкой. Но с винтовкой окажется вот этот парень. Винтовка, у него 5, 6, 30, 44. Это винтовка 8, 11. Не получше. Значит, кто-то с винтовкой у нас есть. Мы, может, кто-то для ближнего боя возьмем. Надо, получается, позавдавать персонажей. Подожди, а мы что, тут не были? А, здесь был вход. Интересно. Еще дополнительно. Ты... Опять она улетела. Видит. Я не буду пить. Так. Так. Угу. Угу. Этот вход я не видела. Так, здесь закрыто. А здесь, ух ты, видите, кто-то есть. Беженец. Интересно. Ой, блин, животное. Я, пожалуй, сохранюсь и прокачаю вот этому парню. Я не знаю, сколько там надо будет дрессировщика. Так, выбираем тебя. А их только убить можно будет, интересно. Можно их приручить как-то. Ну, да. Я вообще надеюсь, что надо его приручить. Я пока сюда не собираюсь идти. Видишь, до боя можно напасть. При обнаружении врагов каждого рейнджера в вашем тренде есть шанс сделать первый ход в бою. Этот шанс повышается показателем инициативы. Чтобы увеличить силу, повышайте скорость и навык скрытный гад. Загрузить игру. пока она грузится, я могу отойти и сделать что-то полезное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Это невероятная идея. Я был в их упаковке, но это является в доме поции. Если мы находимся в углов perceбор, так же сложно держать это. Вы – ты уже оплёлите больше всего. Товарищи «patриарх» не обважhan от людей, а мы проявляем их. Мы уже посторонние на территории, между Колорадо и Клейс. Мы в последнем месте. Под ним «patриарх». В то же время, группeman потеряли «patриарх». Я не знаю, они уничтожили наши бомбасы и убили их. Мы не добрыли там. Они уже уничтожили много мальчиков. Я не знаю, что они уничтожили, но люди Патриархов уничтожили на базу несколько дней назад. Поэтому мы находились в городе. Я не знаю, что случилось. Мы живем в этих руинах за неделю, и мы никогда не сказали что-то раньше. Вот он. Не сделает волонтеров счастливы. Вы сказали, что да. Я уверена, что вы не сможете. У нас не будет никаких проблем, я помню. И у нас будет... О, и один из наших миссисов. И мы найдем патриархов. Вы слышите это, все? Слушай, беженцы решили оставить их на патриархов. Не очень хорошо, конечно. Но им некуда идти, но они базу помогут расширить, я надеюсь. Ну, может, можно чем поживиться. Ну, может, можно чем поживиться. this is the opportunity. It's a long time for this. I don't think it's a long time for this. It's a long time for the maid, but you can't be To be in the house. I have to have to show you. I want to show you. I want to watch for this. I want to show you. It has to be my last time. It's just to be my last time. My friend and the maid. What time is it? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавляю еще чайку Добавляю еще чайник 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 Вон, отец желтенький, дочка красненькая. Да, очень красиво. Интересно, если шлем оставить, так и будут ходить с этой штукой? Как же мы ее тогда будем опознавать? О, вот это прикольно. Это прикольно можно есть. Но так мы волосы не увидим. Подожди, надо здесь вытащить. Волосы, псвуп. А лицо не дают выбрать. Это сбывают такие глюки. В играх. Когда все наверх растет. Кстати, цвет должен быть посовременнее. Роза вообще не отличается от нероза. Вот зеленый хорошо виден. Так. Не такой... Не, у нее в другую сторону, кажется, было, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну вот это поинтереснее, да. О, эротичный. По-моему, этот эротичный вариант мы и возьмем. Ха-ха-ха. Этот вариант я однозначно не идет. Вообще не красиво. Этот тоже лучше. Берем этот. Угу. Или этот. Ну и так, помолодежнее. Так, а белый цвет есть. Вот блондинка. У нее желтенький. Да. Мне так нравится и идет. Правда? Жалко, приблизить никак нельзя. Хо-хо-хо. Ну что, реально, честно. Какой рыженький, да, рыженький? Вот тут ей явно будут мешать стрелять. Ничего не видно. По-моему, он синий. О, фиолетовая. Неплохо, неплохо. Розовая даже лучше. Тут все можно поменять внешность. Интересно. Ладно. А этой можно. Так не хочется. Была бы кора, если бы была прическа берега озера, как у самураев. Ну, здесь похожие были на самурайские. Не знаю, как они там назывались бы. Такие добрые. Мы такие добрые, что оставили. Ну ладно. Вот здесь мы еще не обыскивали ничего. Здесь тостер. Тостер, как сейф вот здесь. Всякие блестяшки здесь можно получить. Ну ладно. Было бы прикольно, если бы беженцы вот это все разобрали. Они сидели без дела. И тряслись над своим здоровьем. Ну, похоже, здесь ничего нет. Давайте глянем, что здесь. И там еще надо расчистить всякие животные. Придется их поубивать. Правда, надо будет перед этим взять нормальных друзейшек. Это кто? Заключенные? Офигеть. Что за заключенные? Почему они здесь? Нет. Ты что? 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 Сквозь решетку камеры машет бледные, тощие волосы спутаны. Одежда открыпалась, спальнял. Смотрит на вас пустыми глазами. Льня упал. Эй, парни. Привет. Как дела? Вы еще не виделись или нет? Теперь мы тут командуем. Ого. Новые владельцы, круто. Надеюсь, у вас тут все нормально стало. Зачем пожаловали? Нет, это тайна. А, тайна. Вы, типа, часть какой-то важной организации, да, выглядите очень важными. У нас теперь пара вопросов. А, ну да, я не против, спрашивайте, как тебя зовут. Меня нет, Гарри, Ниг, Бугер, Дики, Слайм. Что-то типа того, естественно, я не помню, давно об этом не задумывался, уже давно спрашивал. Я давно тут уже сижу. Давно? Здесь ни окон, ни двери, так что не знаю. Короче, давно. Настолько давно, что тут, короче, кучу людей уже повидал. Как ты здесь выжила? Ну, знаете, у меня есть всё, что нужно для жизни. Если щели в потолке капают вода, если хочу пить, то просто лежу эту стену. Ну, знаете, как говорят, в тёмных лаженых местах, тут растут грибы. Что добавил немного самодельных удобрений, грибы попёрли расти. За счёт воды на стене и грибок выживаешь? Ну, да, ням-ням. Ну, ещё и типа жуки иногда ползают. Ужащие хрустики. Лазающие щелкуные, ползучие жевалки, бегучие и сочные. Иногда ещё катящиеся трескачи и прыгучие мальки. Один раз была даже дёргающаяся хлюпоко. Круто повезло, да, чувак. Ну да, основной грибы. Кто-то жил до нас. Иногда сюда заходит чувак, но непонятно, знает ли он предыдущих чувака. Трудно сидеть за тем, сколько времени прошло. Да никто не говорит, что там снаружи происходит. Ладно, давайте подумать. Последним заходил мёртвый чувак. До него была дамочка с усталыми глазами. До неё была улыбающаяся женщина, до неё муть какая-то. Чуваки, дикая история про мёртвого чувака. Давно ещё мёртвый чувак прибежал сюда весь такой нервный, типа буйный. Знаете, что-то делать с ним компьютером. Вот, короче, из компьютера была здоровенная вспышка, чувак упал. Потом сработала сигнализация, загорелись огни. Плохо было дело. Извинить, типа невозможно спать было. Потом сигнализация остановилась, типа пришлю. А дамочка с усталыми глазами. Ну, типа была женщина такая в лохмотьях. Ну, не мне говорите об этом. Хе-хе-хе. Короче, пришла сюда вся грустная. Глаза такие, будто уже несколько лет, типа нормально не спала. Я, типа, немного повыри, она шла. Да, да, мне кажется, что я снова слушаю голос. Конечно, она не умерла и не решила стать призраком. Ну, вообще, если подумать, то было бы неплохо. Типа поговорить можно. Хе-хе. Улыбающаяся женщина. О, приятная дама. Широкая такая улыбка. Всё время улыбалась, пока мы говорим. Ни секунды не переставала. Вроде бы сказала, что торговка сказала, что держит здесь товары и людей, с которыми собирается торговать. А, работорговец? Сказала, что я, типа, не подхожу, потому что нет денег у меня. Вообще сказала, что не подхожу для её клиента. Старало так говорить, вот что я подумал. Ну да, наверное, вторая была. Значит, муть какая-то. Знаешь, чувак, я тут давно сижу, съел кучу грибов, не всё получается вспомнить. Это то, что было раньше. Ну, я попробую. Тут были господин Медведь, губолисы и аруны. Ещё металлические мужики. Очень белый мужчина и сова, типа совоголовый. Ну, ещё шестеро мелких и лев. Трудно вспомнить, кто приходил раньше, но я взялся колыбельной, которую мне бабуля пила, так что вот. Ну, ладно. Почему ты здесь? Потому что дверь закрыта. За что тебя посадили сюда? Вам что, не понравилась моя шутка? Классные грибочки. Ты не говори. Ну ладно, был у меня один друг, но, типа, скорее, наверное, блудил его им партнёром. Ну и другом, короче. Был, типа, бывшим другом, потому что решил, что делиться не нужно. Потому что, типа, он меня ударил по башке. Когда пуснулся, уже был здесь, полный облом, прям капец. Хочешь, чтобы мы тебя выпустили? Ммм, да, очень хочу. Решение ваше раньше, честно, я бы позволила природе закончить начатое, если вы понимаете. Что, их ты вообще, польной на голову, что ли? Я, типа, очень-очень хочу выйти отсюда, прям капец. Прям капец. Что тут лежит. Ну, наверное, надо вот эту штуку открыть, чтобы всё это обыскать. Ну, так, давайте возьмем контейнер. Ну, наверное, нельзя. Ну, наверное. Это важный отлично! Спасибо! Спасибо Возможно, он псих и пойдет сейчас кого-то убивать Ну ладно, возможно, стоило эту штуку обыскать Все выглядит нормально На полу лежит сведенное присметное судороги тело молодого человека по треху надежды Тяжело успел остыть, но еще он не начал разлагаться Пускай труп В одном из карманов лежит полуседенный гриб со сладким запахом Так, а у нас есть у кого-то? У нас уже никого нету лечения На два Дрессировщик нам не помог Блин, мне надо кого-то брать Эмм Первая помощь на один Первая помощь ни у кого нету Ну ладно Надо собрать это дело Надо собрать это дело Мы взяли Дрессировщик Здесь вроде ничего нету Здесь тоже Просто тут могут стоять какие-то сундуки, ящики, которые закрыты Здесь везде пусто Дрессировщик Ну ладно, идем Вот сюда Предлагаю пройти сюда Сюда И создать новых персонажей Кто нам нужен Понять бы только кто нам нужен Было бы неплохо Понять бы только кто нам нужен Было бы неплохо Из-под тишка Всезнайка Всезнайку мы уже использовали Эмм Так И, кстати, оружие надо тоже смотреть Стрелковое оружие Это какое? Надо их почитать Мода модификация Работы с механикой Работы с механикой Мне кажется нету Снайперские винтовки Стрелковый Спецтежка Мы уберем Выживания Снайперские винтовки И первая помощь Вот здесь Первая помощь Тяжелое оружие Дрывчатка Давайте его возьмем Да Спецтежка Автоматическое оружие Дрывчатка Тяжелое оружие у него нет Кстати, брывчатка нам тоже нужна, потому что у него брывчатки нет Возьмем ее Значит, а у нее тяжелое оружие Надо посмотреть Я ее не отхилил, это печально Возьмем Первая помощь, тяжелое оружие у него То же самое, что у него, что у нее Блин, мне два таких не надо Теперь 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 Парк Тяжелое оружие Тяжелое оружие Да Спецстежка Полиция Автоматическое оружие Работа с механикой тяжелая Может быть на тебя возьмем Снайпер Снайпер Пожелание Снайпер Первая помощь Пожелание Ремонт остров Чудная наука Строговое оружие Пожелание Обрежно выработать С механикой Дальше Цвет Ух Где можно создать Я так круто А, вот этот персонаж Дополнительный опыт. Классно. Восприятие. Обменный урон. Взрывной урон. Робот. Транспорт. Нижний бою. Роболис. Паттер. Уклонение. Материалист. Урон по людям. Хорошо. Прикольно. Секс-машина. Сопротивление эффектов 10. Уклонение, кстати, классно ещё тоже. Всем пригодится. Название. Глория. Окей. Уважаем внешний вид. Лицо. Зато у меня симпатичное. Волосы. Афра. Так. О, неплохо. Шалел. Куртка. Типа можно выбрать куртку, что ли? Куртка. Штаны. Штаны. Цвет брони. Чуртка. Свет-1 и цвет-2. Ага. Цвет-2. Может такой нет? Вот такой, зелёно-фиолетовый, не очень нет, бордово-фиолетовый, ладно, телосложение, рост, компактная, пусть такая будет. Патрет с хвостиком, есть девушка? Показать нечего. О, с хвостиком. Так, оружие. Пистолет, пулемёт, пистолет, помповое, снайперское, ударное, дробящее оружие для рукопашных. Штурмовая винтовка, тяжёлая броня, а что ж тяжёлую броню пробивает? Пистолет. Пистолет. Кстати, мужчина с тяжёлым оружием. Я не поняла вопрос, сколько, всё, можно персов брать обязательно. Двух, вроде бы, из этих можно взять. Тяжёлое оружие мы возьмём следующее. Параметры. Что нужно для оружия? Блин. Пробивание, координация, сила, скорость. Одну очку осталось. Навыки. Так. Координация, наблюдательная скорость. Пистолеты драгогика. А то, что я выбрала, ну, что? Снайперские винтовки. Видимо, автоматическое оружие, да? Пистолеты, пулемёты. Да-да. Семь очков осталось. Классно. Дозировщик, взрывчатка, первая помощь нам нужна. Да, до четырёх. Осталось два очка. Тостер, мод, оружие, всезнайка, спираметка. Бартер, бартер. Особенность. Особенности нет. Убалом. Делайте выбор с умом. Шанс крита меньше. Броня. Скорость в бою уменьшается. Скорость в бою. Сопротивление к риту. Уклонение меньше. Время обновления. Хуже. Нельзя носить брони. Всегда готов. Сопротивление эффекта. Инициатива. Мир чуда. К сожалению действует. Мир чуда. Время обновления. Инициатива. Тело меньше. Термина. Собираем тег. Увидит. Навыка, тело хуже. Термина. Термина. Вооружение. Тело меньше. Дальнего брюска. Так, ладно, нанесимый урон увеличивается на 50 в пьяновиде. Спротивление кровотечения, травление дополнительного будет меньше. Шок, горение, заморозка. Средне тяжело ранить в бою, вы впадаете в ярость, получая уничтожение А3 на 1 ход. После первых 2 ходов у вас будет 1 УД и к нашу шанс впадает. Это сколько раз? На 2 хода? А вы получаете 3 УД за каждое убийство в бою расход. Мата Клё. Пироман. Золотоискатель, наверное, возьму. Чтоб потом на них что-то купить, наверное. Глория. Автоматическое оружие, первая помощь прям. Теперь как у этих сбросить всякие навыки, непонятно. Ладно. А, мы всё взяли, здесь у нас тяжелое оружие. Интересно, вот прям так много... А, это прокачать надо, это первая помощь. Значит, нам уже человек с брусчаткой и оружие. О замужем. А ты не уходишь? А я беру мужчину. Мужчину берём в бою и оружие. Ну и ж, я берём в бою. Мужчина, мужчина. Мужчина... Пророжила. Подборнопать? Стихоплёт, тоже уклонение нам не помешает. Так, назад, внешний вид, лицо... Интересно, что татуировки идут в комплекте. Или шарамирование. Сначала надо волосы. Это ужасная прическа. Пожилой, не очень. Вот это ничего, пусть этот будет. Волосы. Модная, как стрижка колоколца. Длинные прически. А чё не плохо? Хайр такой. Голубенький. Вилочка, а что за песня играет? Так, я уже не помню. Привет, бородатый. И как она? Только скачал, пока спал. Видите, а я уже успела наиграть 3 часа, пока ты спал. Так, что за песня играет? На твиче пишется. Вот, пишет, что за песня на твиче. Я уже не успела тебе ответить. Ну, интересно. Вести фалат, нравится? Очень-очень интересный у нас получается мужчина. Я вообще хотела его сделать брутальным таким. Но как-то не получается. Синими волосами точно брутальность не получится. О, может быть, нет волос? Типа, будет аргость. Такая. И где-то ещё куда-никуда не это. Ладно. Договорились. Что с бородой? Из ватых. Усы, боже, ну как им идут усы? Секси. Шлем. Вот и курточка. Вот такая модная. Штанишки. Хо-хо-хо. Боже мой, попочка просто. Оре. Цвет брони. Красненький. Вот это мужчинка. Голубенький, ну как-то слишком мачо. Зелёный. Мужчинам идёт зелёный цвет. Ну как-то с пухом не очень, да? У меня вся команда получится бордовая. Какая-то. Ладно, пусть он чёрный будет. О, рост. Мужчина, конечно, высокий. Ха-ха-ха. Интересно, как в группе он будет смотреться. Ладно, пусть будет чуть-чуть выше среднего цветовложения. О, боже мой. Сейчас крепко будет. Ха-ха-ха-ха. Компактный. Я вообще хотела ну такого. Но как-то не получилось такого. Это, видимо, из-за куртки. Вот такая куртка, мне кажется, ему в курт пойдёт больше. Хе-хе-хе. Или такая. Хе-хе-хе. Это всё из-за его роста. Да. Непропорциональный за ростовый. Нет. Я у него есть. Господи. Какой ужас. Хе-хе. Почему они на нём всё так уродливо смотрятся, кроме вот этого? Боже мой, ужас. Ладно, ходи в этом. Что с тобой поделаешь? Портрет. Сусами есть кто-то? О-о-о-о. Не такой подпрыг. Оружие. Оружие будет... Тяжёлое оружие. Тяжёлое оружие. Параметры сложные. Координация, наверное, нужно для тяжёлого оружия. И сила. Но тяжёлое вооружение и броня. Навыки, тяжелое оружие. Что еще хотелось, взрывчатка была. И на сосночку. Особенность нам нужна или нет? Будь была такая. Барт. Дело где Деорус? Да не говори. Получились какие-то... ну ладно. Попробуем их в бою. Нам нужна же ракетница есть для Барта. Попробуем их в бою. Трицать 4.50... А это... ну... Попробуем. Попробуем их в бою. Попробуем их в бою. Попробуем их в бою. В аналитическом огнем в полном взрыве. Часто враги воспринимчивы к одним типам стихий, но он устойчив в других. Хорошо. Так, и девушку тоже в броню оденем. Рукопашную вот эти всякие штуки надо продать. Два одета и три. Давайте сходим, проверим. Скорая помощь, кажется, у нас. Да. Сохранить игру штаб рейнджера 2. И давайте сюда придем все. Все, я сказала. Дали ключ, но они вот пришлось снести... А мне не дали. Как ты его получила? Я тоже хочу. Надо в почту заглянуть. Может тоже дали. Давай. Поражение электричества. Да. Травление яда. Значит, возможно, тот гриб, который он нашел, был ядовитый. Может быть, этот мужчина не удал. Вот, дайте. А грибы лежат. Так, почта. Пока не грузится. Ты, борода, ты на женщинный пак зарегистрировался? Вкусно пахнущий гриб. Может, безвредно, а может, мельдовито. Взять. Взять. Только пришел. У меня хром вылетел. Слишком грузит игру, я думаю. Игра все слишком грузит. Как ты получил ключ? Признавайся. Да, да, мне что-то пришло. Разве это не клево? Возможно, это ключ? Уре, уре, уре. Возможно, это... О, слушай, можем копию погонять? Ну, конечно, не сегодня. Ну, ладно. Что за грибами делали? Непонятно, они груди отдадают. То есть, возможно, тот мужик убил этого мужика. Грибами. И мы выпустили какого-то опасного сумасшедшего. Которого не зря здесь посадили. Есть у меня об этом нехорошее предчувствие. Он смеялся. Подозрительно. Программа, которая музыку играла, зависла. Программа, которая музыку играла, зависла. И не играет. И играть. И играть. Не будем говорить, не офигжать, я не любая того, кто сидит в клетке. Ну, не знаю... Соблазнил как-то. Теперь те очки, которые я прокачала, потратила на деньги все. Я потратила очки на разные вещи у своих основных персонажей. Вот еще видите, постреляем в этих красных собаках, что ли. Не знаю. Ну ладно, пойдемте, я его убьем. Кстати, здоровья у нашего главного персонажа почему-то мало. Теперь можно идти и бить собак. Или что это? Промах. Камоми. Бой начался. Чудесно. Чудесно. В смысле? Чудесно. 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 Так, тут мы подбежали. Сели. 7 УД. 6 УД. Для выстрела мне нужно 6 УД. Классно. Но мы идем в засаду. Лучше было их, конечно, расположить заранее. Но я как обычно. Этот у нас... Кто? Штурмовая винтовка, да? Сели враги 1. 2 всего, да? Ладно. Ладно. 8 УД. Так. И у нас... По какому-то оружию, я не помню по какому. Мужчина. Штурмовая винтовка. У меня 2 человека с штурмовыми винтовками. Мужчина с тяжелым оружием. Который вообще далеко не убежит. Мужчина с тяжелым оружием. Ты можешь... Ладно. Отлично. Мне отравление встал. Мне кажется, все пошло как-то неправильно. 2 отравления. Почему он промахивает? Можете мне сказать? Ладно. Оба рода. Они очень легкие. Ловкие. Ммм... Классно. Классно. Ладно. Ты становишься, значит, в обороне. Ты... Можешь сюда дойти. Горя. И застрелить кого-то. Классно. Горя. Ты не зажигал. Ты не зажигал. Возможно, это не лучше. Это не лучше. Я не зажигал. Ты стоишь и не жужжишь. О, клево! Смотрите, как получается. Если засаду становится, то когда нападает враг, он автоматически стреляет в фигасе. Это может быть его портел, про который он говорил, кто где. А, тот, который умер. Не, может быть, неизвестно. Наша дочка, она немножко потравлена. Ох ты, а что тут? Павший рекламный щит. Кто его сюда поместил? Вон она. Тут какая-то машинка. Ну, капитально не подается, условно зажавел. Наконец-то она нажимается, раздается грустный звуковой сигнал, экран включается. Сбор массива, запуск постановления, стрижено. Все знакомые. Эх. Нам, кстати, нужно в этом здании найти вход в подвал, он был полностью закрыт, может вход где-то и будет. Ого, тут немало. Так. Все знака 2 теперь наружу, ну блин. Надо взять там вонки, знаку. Так, нам нужно теперь пойти найти всезнайку 2. Здесь в штабе мы где-то должны иметь возможность отдохнуть, поспать и силы восстановить. Ух ты. Мы нашли жуткие куклы. Жуткие куклы, как обычные, но жуткие. Дают мощные бонусы, действующие на всю группу. Собираете куклы, получаете от них пользу до конца игры. Они не показываются на монтаре, вы найдете их в меню архив, как кассеты. Прикольно. Я вообще думала, что мы здесь найдем того чувака, который исчез у ребят. И вонючий носок в передачу. Можем сюда зайти? Можем. Интересно. И все, да? На втором этаже только эта блестяшка. Может еще, может быть мы что-то получили, если у нас было восприятие прокачано. Там же были кровати, где находились, но мне это нельзя оттыкнуть, ничего нельзя сделать. Давайте возьмем чувака с восприятием 2. Ой, нет, ни с чем. Связная-ка 2. Тут видел курицу, собрался приготовить ее, но успел заметить, что из нее отопчают провода. Чем могу помочь? Так, значит, Глорию убрать и добавим признайку. Готов. Глория, иди сюда. Глория, где иди сюда? Глория, иди сюда. Там ск pupils, эдим smelledgeme C. Мне кажется, мы здесь все уже зачистили. Подожди, нам нужно было слово Etina специально для того, чтобы починить робота. Что нам нужно было? Глорияом Сунайка. Три-цам. Работа с механизмами 2 Надо взять фото с работой механизма 2 Надо прокачать её на все знаки 3 4 Какая-то романтическая штука Романтическое написание какого-то автора Так, тогда давайте прокачаёмся в Нейка 4 Сегодня ещё одно самоубийство Планирую эвакуацию, говорит Финнэк опять серьёзно Зачем все эти знания? Снова началась подзагрузка Ну, я не знаю, что это за ним Перезагрузи все Ну, всё, восстановили, толку от этого никакого Классно Всё было зря А то у нас есть Сизнайк опять Ну, всё, что это за ним А то у нас есть Сизнайк 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 Ну, ты там Сизнайк 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 Классно Доктор Я теперь хочу пойти и собак попробовать приручить Господи, приручение плюс 3 Может быть курицу приручить Они идут? Здесь какой-то знак вопроса. У нас собака Это был кот Так, тут ничего. Идем сюда О, можно покопать тут Мы тут не копали И тут Ух ты Магнификатор оружия от лица Классно Кому бы его дать Это что? Хлам Приручено И что мы с этим будем делать? Рааа. Вот он где нас смотрится Какой хороший песик, хорошая собака Это все Персонажа уже есть питомица. А у этой котик. Ты можешь приручить собаку? Котёнок по стрелёнок. Скорость в бою. Так, у нас ещё собака будет с нами ходить. Котик. Котик. Кому бы продать хлам, интересно? Жадя, кстати. Как ты себя чувствуешь? Такое место, как будто секретное и здесь что-то можно положить. О, мы можем уже ехать в поход. Как же всё-таки здесь хилиться, отдыхать? Не знаю. Кот в шляпе топ, не говори. Но теперь у нас двое животных и это приятно. Жалко, что мы смогли приручить этих монстров. Бросить. А где продать? Чисто Moi Босход Второй дневник. Не знаю, возможно надо помнить, кто что сделал для того, чтобы об этом взбираться. Центр Колорадо Спрингс. Это наш городок, да? Понятно. Вот в шляпе, да. Мне, кстати, кажется, они взяли идею про животных, которые можно с собой брать. Из... блин, как она игра? В RPG, где можно было разговаривать с животными. Не помню. Очень устала. Блин, работа с мехами три. Мы так и не взяли. Будут вернуться сейчас обратно. Надо починить робота. Тогда я буду чувствовать себя спокойно. В принципе, как в предыдущей игре всё заживало, всё было очень медленно. Всё грузилось очень медленно. Уже слова путаю. Да, подсогрузки долгую. Хочу подделать. Много деталей, видимо, грузится. Много деталей, видимо. Много деталей, видимо, грузится. Пописать на снежок. Надо же было такое придумать. Рядовой Кер. Интересно. Мы его знаем? Так, это мне не хочется говорить. Ладно, возьмем давайте кого-то с механикой. Три или четыре? Три. Три. Механикой вообще не взял особо. Работаю с механикой. Готов. Готов. Навыки, девушки. Оригинально сделано с внешностью. Что можно именить? Раньше такого не было. О, здрасте. Посмотрите, приехал наш. Классно. Рядовой Дунка. Шасси. Офига себе. Можно улучшать машину, к которой мы едем. Украшать. Офига себе. Это необычно. Так, подожди, здесь робот был. Куда он делся? Блин, мы перезагрузили экраны, робот пропал. А в печали. Был бы у нас тут робот ходил, Клевая. У меня как-то плохо. У меня как-то плохо. Прям сидит. Загрузить игру. Робота хочу починить. Посмотреть, что из этого будет. Сейчас опять полдня оно грузиться будет. Загрузить. Интересно, а сколько Амазон? Ну вот. Грузит. Мегабайт. Хватит ли мне места на всё? Так, мы собаку тут ещё не приручили, да? Ну ладно, надо вспомнить. Покурить. Навыки. Закрыть, подтвердить. Потом оказывается, что это нам ничем не поможет. К вам поворачивается холодно-бесчувственный оптический датчик. Оружие начинает трущаться. Шикарно. У этого врага есть броня, значит он может блокировать часть поступающего в вас урона. К счастью всех видов оружия есть показатель пробивания. Если значение пробивания больше или равно значению брони врага, оружие будет вносить полный урон. Если у вашего оружия значение пробивания меньше значения брони, вы наносите лишь часть урона. Ладно, кто тут у нас ходит? Ты ходишь в громах. Ладно. Ты стреляй. Это наше. Отлично. Ну ладно. Вот того стоило. Ух ты. Самосборная шинковка. В ней отсутствует пара по стенам, но по большей части это целая шинковка. И она почти каждый раз собирает себя правильно. Классно. В ней отсутствует эксперимент. Инпульсник. Штурмование топка. Вроде неплохая. Ну ладно. Ну, главное, что мы не сможем это использовать. 7, работа с механикой. А, по завершении боя самоуничтожить? Ну да, блин. Маловато. Так, хорошо, нам нужно тогда обратно вернуться сюда. Мужчине. Поменять персонажей и уже идти в город. Я думаю, 4 часа брожения по началу игры, в принципе, хватит. Готово. Нашло ли нудненько? Ну, знаешь, если Fallout нравился, вот этот первоначальный, если Westland предыдущий нравится, то зайдёк. Борода, ты сколько места занимает New World? Хорошо, что ты пришёл. Так, что я хотела сделать? Музыку выключить. Да, так вот. Такая же, как Westland 2, по-моему, только бои получше. Сюжёт интересный, мне понравится. Другое дело, что в играх подобных есть своя особенность. Ну, в общем, создатели игры сказали, что игра рассчитана на 200 часов. Как я умедленно прохожу игры, то на 400 часов. И тут, ты понимаешь, надо каждый уголок зайти, что-то прокачать, где-то найти, поковырять. Но я просто не знаю, нравится ли тебе такие игры. Мне не нравится, что мой персонаж нездоров. Ну ладно. Так-то получше будет. Фиолетовый возраст, волосы, как-то странно. Так, а здесь она уже не сидит, а стоит. Это хорошо, это странно. Странно, ну ладно. А, подожди, надо собак приручить. И покопать там, вот отсюда. Я ремастер Веслэн играл очень нудно. Ну, значит, ей не понравится. Я Веслэн второй играла. Ты про него, нет? Первое начало было интересно. Особенно учитывая, что она с английского все на русский переводила. Вообще чудесно. Две часов неплохо. Да, я как раз хотела, когда отходила, об этом вспомнила, хотела тебе сказать. Ну, забыла. Ну, сейчас вот вспомнила. Там еще годных демок в Steam завезли. Да, каких? Опять? Пригасим. Уже что-то другое. Что она делает? Шанс попадания. Снайперу нужен очень. Все, у него уже питается. Шикарно. Мы с питомцем и с желтыми снежками можем спокойно идти. Game Death, например, туник. Первое я слышу. Ну что, идем. Робота убили. Я думала, он будет там ходить, нас охранять. Может быть, даже пойдет с нами в команду. Нетушки. Пришлось его убить, но зато из него винтовка какая-то прикольная выпала. Ну, и робот, который мы продадим за 150 долларов. Если найдем, кому. 35 гигов. Нехило. Нехило. Как раз оставлю и пойду спать. Нужно подружаться с теми, чтобы копить про него. Да, давай. Посылай приглашение. Тут прям какие-то расправы с местными. Не хотят, чтобы я мешала. Тут происходят казни прямо в городе. Я думаю, с казней прямо в городе мы начнем в следующей серии. Завтра. Мэй. Всем споки. Отечественного дня. Мы наиграли почти 4 часа. Игра я такая же интересная, как и предыдущая часть. Такие игры вообще... Вледные, в смысле, долгого, спокойного прохождения, прокачки параметров. Ну, такого всякого. Менеджмента. Погоди, в смысле, погоди, я тут-то. Бородатый ку, что бородатый ку? А ты прислала приглашение? Не вижу. Я сегодня очистила комп, потому что места не было на вот это дело. А я же не знаю, кто-то мужик и ноу-харца. О, вижу, бородатый ку. Подтвердить. Все, буду ржать. Прикольная там такая анимация человечек, которые ручкой машут. Кстати, лег спать на скачку в Вестленд. Бавно. Ну, на самом деле, мне скачивать это не надо, потому... Вернее, скачивать в Нью-Волд я буду вечером. Куда мне торопиться, если я завтра в нем буду играть. Прям, так не знаю, правда, когда. Вестленд прикольный. И в Нью-Волд... Ну, в Нью-Волд, насколько я поняла, он такой себе. Ну, такой себе. Знаешь, как корейское ММО. А теперь я проснулся, стюраю. Ну, возможно, зря. Все. До завтра, ребят. Пишите, пожалуйста, в Дискорд, в Инстаграм, в ВКонтакте присоединяйтесь, в Стиме добавляйтесь. ММО все такие. Ну, вначале, говорят, было лучше, когда они только начали делать. А сейчас получилось. Бежишь, пил, пил, бежишь, пил, пил, бежишь, чупок, чпок, убил, бежишь, раздел, тушку, в общем. Как-то не очень. Так что, возможно, все-таки тебе стоит, Весланд, скачать обратно. Пока. Всем пока. До встречи. Скорая встреча. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok